Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 390. События дня. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. И вот сейчас случилось это несчастье. Человек умер. И нужно рассматривать жизнь во свете Библии. Нет? А мертвым говорят только хорошо или ничего. Откуда это взяли? У римлян это взяли. А у них там по-другому совсем было сказано. О нем говорят или все, или ничего. Вот как. А не то, что хорошее. Из чего хорошее-то, вот как есть притчи православные ставят, фильмы и притчат. А ты покойникам встретишь, говори самое хорошее, а хоронят бандита. Ну подошли ему, засветили фонарь. А в другом, говори самое плохое, а хоронят хорошего. Опять его фонарь. И он стоит там, эта поварешка теперь лещится. Но он не знал, еще лечатся ресторанными ложками, где Путин обедал. И говорят, они целительные, теперь ложками этими лещатся-то. Может быть, этими ложками отбарабанить хозяина-то полбу-то, чтобы поступал правильно. Ну вот, это у нас за 5 января 2017 года. Ну вот, что за событие? Ну, сразу посмотреть. Посмотрите. Это у меня что-то тут такое. Здесь вот, показать первое. Первое, это мой мир. Вот оно, мой мир. И что здесь есть? Вот оно как. Вот сегодня три ролика. И сюда закачал. Перестало закачиваться. Приходится каждый ролик с YouTube сначала перекачать на рабочий стол, а потом перекачиваю в мой мир. Так что, тут работы много. И вот здесь посмотреть можно наше фото есть. Много видео. 5 тысяч 34 видео. Некоторые нападают на меня. Ну, а я вот прочитал там, там у такого-то один ролик стоит ваших тысяч. Ну и будь там. Зачем сюда-то лезешь-то? И там будь. Значит, ты не удовлетворен там. То есть там хотя бы было тысячи, но ты все равно у меня будешь на ресурсах. А почему? Свобода во Христе. Свобода. То есть я не раболепно отвечаю, а как Богу угодно, что говорит Библия, что говорят святые отцы, жития святых и короны церкви. Ну и вот здесь, что нужно? Открыть и показать. Второе, это немаловажная, наш форум. Вот он, видите, как его разодрало. Из-за чего, не знаю, фотографии такие. Сколько раз говорил, много раз, что я не бываю нигде. Это вот все это переносят сюда. Вконтакте не бываю в моем мире. У нас есть живой журнал, Твиттер, Фейсбук. А то вот я пять беру. Одноклассники. Это шесть уже. Вконтакте. Я нигде не бываю. Там работает модератор администрации. Они оттуда перекидывают, что ко мне пишут. Я говорю, и сколько там? Около четырехсот писем пришло. А через месяц дают два-три письма ко мне сюда. Ну пишите прямо в мой мир. Пишите прямо вот сюда вот, на форум. А отвечаю я в событиях дня. Видите, сколько насыпляли сразу. Вот что тут? Сергей Трофимов. Вот сегодня накидали мне. Ну, давай посчитаем. Что тут он пишет? Посчитаем. Мир вам и дома вашему, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. У меня такой вопрос. Я в 2006 году попал в больницу на обследование сердца. Так как у меня порог сердца. И был по вере иеговистом, для свидетелей моего говы. То есть был заражен сектантским мучением иеговистом. Но в больнице я начал читать брошюрки о сектах. И каким-то образом я отринул это сектантское учение. И узнал, что в больнице есть церковь Московского Патриархата. Прямо в здании. И решил креститься от всего сердца. И всей души. После пошел в церковь и крестился как положено. Но не был крещен троекратным погружением. И не знаю, как быть, правильно ли меня крестили или нет. Если таинство крещения было исполнено как положено, но без троекратного погружения. И как теперь быть? Хотел бы знать ответному вопрос. Заранее большое спасибо. Сделал как должно, говорит. Надо крестили как должно, без погружения. Да не крестили, обманули. Надо найти священника, который крестит полное погружение. Не было погружения. А слово погружение, крещение, это одно и то же слово. Обман. Пираты захватили корабль. Ответ один только. Обман. Сто процентный обман. И поэтому, как его звать, Сергей Трофимов, ищи. Вот у нас нынче будет 9 июля, крещение в озере. Подготавливаются люди. Дальше Александр Пивоваров. Город Казань. Видимо, пор. Город Казань, видите, вид. Ну, еще раз сказать. Казань это Татарстан. Бритый. Зачем бритый? Вопрос. Зачем? Я еще не разговариваю, не знаю, что он тут пишет. Ну, сразу вопрос. Зачем? Ну, ладно. Еще он дальше. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Меня зовут Александр. Родом я из Москвы. С 1998 года живу в Казани. По образованию я повар, 12 лет стажу. 38 лет прожил в городе. Имею большое желание уехать в деревню или в сельскую местность. Хочу получить от вас совет. Ну, я что могу сказать в деревню-то? Стам на себя, посмотри, гожей ты или нет. Стоишь у стола. Повар. Да какая же это специальность повар-то? В России кто это знал? Одна нам пишет. У меня специальность есть. Я умею пирожки. Пирожки с картошкой, пирожки с капустой, пирожки с яйцами, пирожки с вареньем. Вообще-то здорово. У нее 4 специальности. Это открыто пишет бабка. У нее специальность. Ну, так что придется лишний вес убрать. Говорит, кто это в деревню? А у нас тут приехал ни одной специальности как будто нет. А что он, электросварщик. Может садить деревья. Огород завести. Построить дом. Он заранее накопил денег. Привез огромный контейнер. Машина. Метров, наверное, 10 длины. Не меньше. Да? Не меньше. Может и больше. Вся загруженная. Все у него там и пилы, и инструмент. Это я говорю о романе Малышев. Потеряевку приехал. Вот и все. Один пишет Потеряевку. У меня два высших образования. Ну, не говорит какое там юридические, исторические. Но делать я ничего не умею. Ну, а ты приехал сейчас. Все. Что ты будешь готовить? Это ничего нет в деревне. Тебе курочку надо заводить. Скотинку заводить. Своя пшеница должна быть. Мука. А ты будешь готовить. В деревне все готовят. Все повара. У нас Володя готовит. Никита готовит. Все повара. А их, когда нету, самый хороший повар я, конечно. Почему? Потому что все, что найду в банках, я все ссыпаю туда. Залил водой, а сам рядом занимаюсь. Почему-то только она у меня как живая. Все лезет и лезет. На две, на три кастрюли хватает. Видимо, лишку ложу или еще там. Ну, что это за специальность-то? Ехать в деревню, конечно, надо ледение. Лишнее убирать себе. Вот так вот от подбородка и ниже. Бороду не трогать. Начинать работать. Эти брюки-то нас всех троих можно затолкать. У меня знакомый священник тут был. Рознято метр шестьдесят три, может быть. Сто пятьдесят три килограмма весу. Ну, я решаю, сколько? Больше центера лишнего сала. Вопросов никаких нет. Езжай в деревню. Но только подготовься. Куда-то, не к нам. Нам такие не нужны. Максим. Где-то он сидит на кащели. Какая кащель эта у него? Деревянная, вырезанная. Это ли ты в код или квас там рядом? А? Вот там бутылка кваса там стоит, наверное. Ну да. Видите, какой он довольный, с бородой. Тоненький, хороший. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. А скажите, 31 декабря это наш праздник, Новый год? Не знаю, ваш или не ваш, но это не наш. Это язычески. Просто отмечают календарная дата. Больше ничего нет. Никакого события, ничего не было. Тем более, великий, так сказать, рождественский пост. Не наш. Еще. И скажите еще, пожалуйста, христиане не должны бороду брить? А как на голове с волосами быть? Да волосы у вас так вот и держите, и бороду не трожьте. Все у вас как надо. Вид у вас христианский, хороший, сухонький такой. Ну, нормально. Совершенно противоположный тому, что до этого было. Максим, продолжение. Игнатий Тихонович, начинайте пользоваться сайтом ВКонтакте, удобный сайт. Ну, я хорошим пользуюсь. Все туда. Зачем я ВКонтакте туда полезу? Скайп. А у меня какой скайп? Скайп? Какой скайп? Ну, все, значит, ВКонтакте. Ну, ВКонтакте у вас есть. Там у вас модератор работает. Я никого не выбираю. Ко мне приходят. Я никому не звоню. За всю жизнь ни разу не позвонил. У меня вот телефон, я тоже не звоню. Кому надо, позвонят, и все. Иные так, дадут звонок, а сами отходят. Чтобы я позвонил, если у меня деньги снять не получится. Дальше. Тимур Асадулаев, город Краснодар. Вот их сколько? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать человек. Гулеметы, автоматы. Здравствуйте, Игнатий Тимофеевич. Я мусульманин, но вас смотрю и сердце захватывает. Такие, как вы единицы. Мне бы хотелось вам свою душу открыть и услышать вас. Вы истинный человек, дай вам Бог здоровья. Ну, у вас восемнадцать человек, вы открываете. Я раз один, так меня не хватит на всех в горах. А вот вас сейчас окружат здесь какие-нибудь игиловцы. А их будет не восемнадцать, а сто восемьдесят. Ну и все. Так приготовьтесь к смерти. Ну, кто это испугается? У всех это безделушка-то в руках есть. Так что исповедоваться не надо. Я не священник. И со мной никакие тайные разговоры нет. Отказываюсь. Решительно отказываюсь. Он же мусульманин. Дальше. Ксения Юрова, город Москва. Дорогой Игнатий Тихонович, я подписан на ваш канал и смотрю его около полугода. Благодарю Господа за то, что открыл мне вас, ваши труды. Дай вам Бог долгие годы жизни и сил в великих трудах. Спаси Христос. Ну, лучшая пора труд и болезни. Семьдесят лет. Я уже пережил. Уже вот в июне, десятого июня будет семьдесят восемь. Ну, каких долгих лет? Да зачем они? Всем положено умереть, а потом суд. Всем. И не было того, чтобы кто жил. Сорок восьмой псалом говорит. Жил и не видел смерти могилы. Все одинаковые. Благодарю за доброе слово. И вот еще посмотреть, что тут еще. О! Сергей Дудко. Сергей Дудко. Ну, и что, Сергей Дудко? Ну, еще тут где-то сидят они. Она без платка, конечно. Он бритый. А при чем тут я? Игнатий Тихонович, где Господь сказал, поклоняйся? И как разве Иисус сказал, поклоняйся у православных баптистов в пятидесятниках где? Ничего он тебе не сказал, Господь. И ничего он вам не говорил. Как жил, так и живи. Погонщики жены срежь. Она не военная. Это не положено нигде. Что на это сказать? Не сказал, не сказал. Мне сказал, вам не сказал. Я знаю, я православный. И ничего точнее православного пока Бог не открыл людям и не откроет больше. Роман Ермолов. В раю нераспитых нет. О! Еще новость. Сказал, поди сам удивился, испугался и под стол спрятался. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Скажите, пожалуйста, перевод жития святых Синоксар, сделанный на Афоне, можно читать? В глаза не видал. Есть Дмитрий Ростовского, 12 томов. Это считаете? Он у нас насчитанный на нашем сайте, аудио, моим голосом, 12 томов. Да, и можно ли читать жития святителя Дмитрия? Да, можно. Все, ответ дан. Еще что? Даниил Дигин. Вот, Даниил Дигин. Еще он тут? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Меня зовут Даниил, я православный человек. Оно и видно. Хочу с вами встретиться и поговорить о Боге и так далее. С маленькой буквы. Мне надо встречаться и говорить, я с вами не буду. Бороду сначала не трожьте. И тогда по скайпу найдите и попросите. Если я отвечу положительно, тогда войдете. Ну вот, в общем-то, все. Еще что у нас тут есть? Это видеоканал. Вот такой наш видеоканал православный. Вот здесь мы вставляем. Это раздача Евангелия и прочее. Меня смущает то, что некоторые священники обо мне отзываются положительно. Я говорю, что это не является гарантией того, что я не скажу о вас правды когда-то. Конечно, мне приятно, что хороший священник, он отзывается, хорошо. Хорошо, то есть правильно. Правильно. Но если вы не призываете ко Христу и отвечаете сами, не привязываете к Евангелию, я обязательно об этом скажу. Обязательно. Не потому, что я вам враг. Вот так. Ну и у нас есть очень большой ресурс. Это «Во свете Библии». «Во свете Библии» православный библейский сайт. И вот что интересно. Вот я сейчас покажу. Заходит ко мне частенько Владислав Марущак. И вот он пишет. Смотри. Так, старый... Вверху пишет. И вот это читать вверху? Нет, это уже прошло. Значит, старый обряд «История и современность». Фильм «Митрополита Иллариона». Ну вот «Митрополита Иллариона». Ну я сейчас вот его открою. Оно открывается через первый. Вот смотрите. И Алфеев имеется в виду. Алфеев. Вот он говорит о старообрядцах. Вот он шапочку надел старообрядческую. Такое все это. Видите, какая все есть. Что такое есть? Посчитаем. Что такое старый обряд? Какие события вызывали разлом церковно-бытовых устоев и разрушили единство русского народа? Какие губительные последствия вызвал раскол церкви? И почему сегодня древнерусский чин вызывает особый интерес у православных? Да никакого особого интереса нет. Это отец Кирилл Сахаров служит там на Берсеневке около храма Христа Спасителя. Люди вообще не знают. А чего у вас зубперстни? Мы родились в старообрядчестве, нам никакого интереса в этом нет, потому что мы всегда молились зубперстно. А теперь вы что сделали-то? Давай дальше поговорим. Митрополит Эларион расскажет о малоизвестных фактах, которые тесно связывают историю православия нового и старого обряда. Фильм создан благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сотни тысяч замучили старообрядцев. Интересно, новообрядческая церковь, Никоньянская, как Никоньяне зовут, они никого не преследовали так, как старообрядцев. Всем свободу давали и иудеям, и татарам, мусульманам, кроме своих природных. Вылавливали, сажали, ссылали, сжигали, чего только не было с ними. Вопрос, за что? Вопрос, за что, если они не виноваты? И вот я решил показать, что вот есть такая книга к истинному православию. К истинному православию. Это моя книга, я 40 лет собирал материал. Ну и вот давай, прочитаем здесь, видно или не видно тут. Вот это, она как страницами идет, я прямо открыл. Я могу открыть ее и в Ворде. Ну, маленько посчитать. Покаяние. Покаяние перед старообрядцами Архиерейского собора Русско-Православной Церкви за рубежом. Верующих чад Русско-Православной Церкви на родине и в Российнии, державшихся старого обряда, Собор Епископов Русско-Православной Церкви за границей, приветствуют. Вот, теперь, трудно видно, плохо видно. Я сейчас покажу, что, где я попытался открыть. Вот, так, вот сейчас будем считать, так лучше видно. Вот сейчас мы прочитаем. Она почему-то такой форме дает, непонятной. Ну, прочитаем лучше, потом я вернусь к тому. За границей, приветствую, дальше. Так. Возлюблены братья и сестры по святой православной вере нашей, благодать и милость в человеколюбца Спаса, да будут с вами вовеки. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества, во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, Собор Епископов РПЦЗ, собравшихся в богохранимом городе Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская, вследствие богослужебных изменений. Это был епископ у них Даниил Иллирийский, и это он побудил к этому их. И вот что нужно было, не то что мы признаем обряды старые и новые, в 71-м году приняли, за рубежом в 81-м, не это нужно, а именно вот это нужно, покаяние за убитых, за сожженных, за клеветанных. И вот они собрались, и сейчас увидим подписи этих епископов. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии русской церкви только за любовь. Вот, а Дмитрий Ростовский в этом виновен, Петерим Нижегородский. То есть все архиереи православной церкви виновны в гонениях на природных. Так крестились, и вдруг Никон пришел, все не так, персты не так, богослужебные книги надо исправить, имя Иисуса не так. Понятно, люди стали смотреть, Антихрист пришел. И случись, это 1666 год. Тысячу-то отбросили, а 666 налицо, явно дело. А тут протопопа в вакуум. Ну смотрите, фильм «Раскол», там все сказано. Так, предшественников в иерархии старобрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская зарубежная церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старобрядцами. И на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Запрещение же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и яко небывшими. Вот это вот здорово у них, как убивали, все, а яко небывшие. Смотрите, яко небывшими. Как просто все смахнули, а эти-то согласны или нет, люди-то убитые, эти-то куда денешься? За что гнали? Это вопрос состоит, за что? За то, что так по старым обрядам Сергий Радоневский, Антоний Печерский, Феодосий, ну до них она скорее форма-то. Все, абсолютно все со старым обрядом были. А вот Петр пришел первый, Антихрист, этого уже прославят. И выдвижение с его главной Дмитрия Ростовский. Дальше. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощение за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Мы не гнали. Да кого гнать-то, когда за рубежом остались-то? Потому и не гнали. Вам не до этого было. Сами не знали, как себя спасти. Вот заслуга какая. Они за рубежом, и там старообрядцев еще не гнали. Смешно. Этим мы хотели бы последовать примеру у святого императора Феодосия Младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Вот об Феодосии Младшем, об этом, и дальше, что было, как Филипп, задушен был Скуратовым. И как теперь постарались просить прощения у мертвых. У меня в газете, кстати, я просить прощения у мертвых. Просить прощения у мертвых. В книге для Слова Божия нет уз. То есть я намного-много раньше, лет на 30 раньше об этом кричал, и кричал, указывал мне Феодосия. Они взяли это все из моей книги, фактически. Применяя его слова, мы взываем к преследованным. Простите, братья и сестры наши, пригрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников. Не возглагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их, хотя мы потомки гонителей ваших, но не повинны причиненных вам. Причиненных вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам. Вот здорово. Вот так как раз патриархии, этого не хватает. Она беспокоенная патриархия, как КПСС. Ушла, но не покаялась. Зарубежная церковь принесла покаяние. Патриархии нет. Шапку надел старинную, и теперь вроде простите меня, я в вашей шапке явился. Молодец. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись с отделанным вам и спрашивают прощения. Вот тут правильно. Безрассудные действия были. Гнали, вылавливали. И Кудрин, Иоанн, описано об отце, сейчас брошюрка вышла, как они прятались, как их перевозили, где-то в корзинах, в больших коробах, ну как за зайцами гончие. Гонялись, искали, везде выискивали. В 20 веке на православную российскую церковь обрушились новые преследования. Теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. О, то есть вот здесь вот митрополита Сергеевича, придайте Анафиме его декларацию. А теперь они поняли, а вот тогда гнали так, а не за это ли, не за это ли, да за это, конечно, да. Мы со скорбью признаем, что великое гонение нашей церкви, прошедшее десятилетие, отчасти может быть и божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Вот так. Вот теперь советская власть подровняла, пришла на помощь старообрядцам. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенные церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наши, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение. Да, дошли наконец. Мы искренне желаем встретить представителей церквей старого обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостотение, разделяющее нас. Стена между нами разделяющая. И подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви. 13 по старому 26 октября 2000 года. Заявление. Дальше я потом покажу, как это выглядело. Комментарий. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформа ненужной, противозаконной и крайне вредной, принесшей неисчислимое страдание верным ценам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее, силой привела в конечном счете к засилию масонов при Петре Первом и к революции 1917 года. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последние десятилетия. И даже против такого смелого открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять себе вину, возложен на них отцов реформаторов, сегодня пытается опротестовать и представить в ложном свете русские и другие... Курские. А, Курские. Курские и другие лжепатриоты православия. История учит нас просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Феодосием Млашем, императором Византии, который писал к Иоанну Златоусту, как к живому, спустя 32 года после его кончины, при перенесении его мощей. Он просил у святителя прощения за лютости матери Евдоксии, свергнувший и сославший Златоуста в ссылку, до которой он так и не дошел, умерев в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа, удушенного Малютой Скуратовым, по приказу одного из лютейших в мире правителей царя Иоанна Грозного, молодой царь Алексей Михайлович просил прощения митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего его Иоанна. Покаяние перед старобрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей Родины и старой веры, снимая душевный гнет с гонителей и их духовных потомков в этой жизни, до суда Божия. Это я говорю, мои слова здесь об этом. Сейчас это я убираю. Вот, Иоанна Грозного. Сейчас посмотрим надписи. Так. А вот теперь Покаяние, это из моей книги к истинному православию. Вот теперь, когда это прочитали, вот после этого мы верим. Кто подписал? Митрополит Виталий. Председатель Архиерейского собора и член Архиерейского собора. Да, дальше считай. Алипий, Лазарь, Ямин. Евтихий, да? Дальше. Ну тут я не знаю даже. Так, Агафангел. Дальше видно снова Алипий. Дальше архиепископ Лавр. Лавр есть еще, Марк. И Ларион, который сейчас. И Варнаволю. И епископ Гавриил. Видите, как они все тут дружно подписались. Ну а дальше это комментарий, это мой комментарий. Я на этом стою, что необходимо было сразу покаяться. И опять возвращаемся. Откуда? Мне кинули этот материал. Просчитал бы и все. Нет. Я говорю, не это только нужно. Без лукавства, Иларион, выйди. Говорит, с лбом до земли. И принеси покаяние за все гонители, какие были. И особенно предайте Анапе декларацию митрополита Сергия. Сергеянство. Не меньшее зло принесшее. Теперь уже вас засыпило. Это пошло. Вот это необходимо. Просто необходимо. Вот видите, он показал, а я дальше пишу. А теперь мы добавляем. Так, что у нас теперь? Жития, я говорил, обещал. Вот жития. По порядку. Будем сейчас озвучивать, что такое. Так. Первый будет о житиях. Вон Тарал Эс. Так. Вот так. Это. Вон Тарал Эс. 20-й шрифт. Все, пошли. Вопрос 919. Третий том открытым оком. Скажите, пожалуйста, чем и какими материалами пользовался Дмитрий Ростовский при составлении житий святых? Почему многие жития очень похожи друг на друга? Не стилизованы ли они? Насколько они достоверны? Мой ответ. Ответ. Это мне, которые в университетах, в школах, по радио задавали, я отвечал. Издавая эти жития, начитывая их на пленки и после составляя на них симфонию, я приходил к выводу, что то, о чем спрашиваете, так и было. У него в каждом почти житии прямая речь участников событий, как на сцене. Косвенная речь почти отсутствует. 17-й век. Архивных данных в России никаких. Сам он в библиотеке Рима не занимался, имел чити-меней, потеряки, прологи. Он не мог, как писатель, недомысливать этого. Все-таки жития некоторые очень сильно разнятся друг от друга. У Дмитрия было богатое воображение, красивый язык, глубокая вера. Я о Дмитрии Ростовском говорю. Предположим даже, что-то он написал неверно, но он знал конечный ответ, как в задачнике, и под него все подгонял. Не мог же он сбивать всех святых на одну дату, на один месяц. Заметьте, какие ровные книги, по 750 страниц каждая. А это 12 томов. Так не бывает. Я издавал «Жития по векам». Количество святых, то есть объем материала на каждый век чрезвычайно разница. И в это легко поверить, что так и было. С позиции пользы для спасения души митрополит Ростовский Дмитрий сделал великое дело. 1173 биографии «Жития». Очень многие читающие христиане могут найти хотя бы что-то написанное о его святом, в честь кого он назван, и могут подражать его житию. Это просто чудесно. Если светские писатели пишут о выдуманных героях и их изучают в школе, как Павку Корчагина, идеализируют их, то здесь написано о реальных лицах, пострадавших за Христа или подвязавшихся ради Него. Ну, давай, о чем? Жития действительно ли? Все. Дальше. Теперь мы этот вопрос повернем на второй вопрос. Вот второй вопрос. По житиям святых сейчас будем проходить. По житиям святых. Очень интересные вопросы будут. Интересное событие будет на Патриарших прудах. Это вы убедитесь сейчас. В сети Библии будем смотреть. Этого никто никогда не делал, повторяю, за 2000 лет. Вопрос 1118. Третий том, открытым оком. В житиях Дмитрия Ростовского написано, что он писал обвинительное слово против тех, кто полагал, что нельзя брить бороды. А то не спасешься. И Петр Первый три раза перепечатывал его слово. Он писал, что главное не внешнее, а внутреннее. Что вы скажете на это? Неужели все-таки можно брить бороду? Дальше. Ответ. За стопроцентную достоверность описанного в житиях никак нельзя ручаться. Дмитрий Ростовский обладал литературным талантом и хорошим воображением. Это было главное, на основании чего были написаны большинство житей. Он предполагал, что могло так быть. Но относительно лично его жития, быть может, уже более стилизованного, чем написанное им самим, можем сказать, что даже то, что написано, дает повод утверждать, что Дмитрий Ростовский был выдвиженцем русского антихриста Петра Первого. И далее он отрабатывал ему всю жизнь. Что значит бороды, когда летели головы? Отсоробряться хрящий вот как раз. Когда Петр повелел задушить собственного сына Алешу, несмотря на его покаяние. Это был изверг, распутный табакур. Все, что будет после, и сама революция, это впоследствии Петровских реформ, кощунника над церковными таинствами и русскими благочестивыми обычаями. Относительно бород Дмитрий Ростовский сам себе отчаянно подгадил, подыграл своему покровителю Петру Алексеевичу. Почему он не рискнул, как митрополит, Филипп, остановить безумие предавшегося немчине царя? Ни слова, ни разу, нигде. Петр I порушил патриаршество. Хорошо это или плохо? А Петра также величали благочестивейшим. Судя по тому, как на соборе 1917-18 годов избирали патриарха Тихона при всеобщем ликовании, демократическом избрании, воодушевлении народов и всеобщей надежде, что избран тот, кто будет печаловаться за народ и будет заступник его перед угнетателями и многое-многое другое, о чем пишут летописцы, то можно смело сказать, что подобное же, но только с минусом, должно было быть при устранении патриаршества Петром. Мне никогда нигде не пришлось читать ничего на эту тему. Лицемерные архиереи все трепетали за свою жизнь и молчали. Никто не восстал против тирана, никто не заразился обличительными письмами из колодца, как сделал Афанасий Александрийский. Ни один архиерей не поднял голос против наплыва западных языческих статуй. Только при посещении Петергофа епископом Митрофаном набрасывали покрывало на них, не более того. Ни один епископ, подобный епископу Вавилии или Амвросию, не запретил сына убийцы входить в храмы. Но хотя бы задним числом, после ликования, при избрании патриархом Тихона, мог же кто-то сделать этот разворот мыслей и пересмотреть историю, хотя бы времен Петра Первого. Но и в заграничных изданиях ни строчки, ни звука о смертельной бацилии, какой Петр заразил церковь и вырвал у народа всякое доверие к ней после того, как священники обязались открывать тайну исповеди, тайной полиции. Если кто, раскачивался о своем участии в государственном заговоре. И за язык ведь никто не тянул Дмитрия Ростовского. И не от страха смертного писал он про бороды. А что же было теперь спрашивать Сергия Старогородского, когда основание было положено уже тогда? О бороде читайте в нашей книге к истинному православию о бродобритии. Вот так. Пиши бороды. Дальше идем. Вот мы сейчас и увидим, что дальше. Ctrl-A выделили, Ctrl-L-S скопировали. Открываем страничку Word, Ctrl-V вставляем, Ctrl-A активируем и умножаем. Вот, выше шрифт сделать. Дальше. Вопрос 1801, седьмой том открытым оком. Сразу седьмой том. Какие жития наиболее нравятся вам, которые схожи с тем, что вы делаете, что проповедуете? Ответ. В предисловии к житиям читателям предлагаются ответы на вопросы по житиям святых. Совершенно очевидно, что в житиях святых мы можем найти много образцов для подражания. Ну и много того, чему подражать ни в коем случае нельзя. Далеко не всякий способен самостоятельно определить доброе от злого. Поэтому имеет смысл делать серьезный и вдумчивый разбор в соответствии со Священным Писанием того, чему можно подражать, а что является немощью человеческой, или заблуждением, или грехом в жизни того или иного подвижника веры, прославленного Церковью. Ибо, по словам святого Климента Александрийского, кавычки открыты, люди, склонные к поиску наиболее совершенного, никогда не признают что-либо истинным, прежде чем найдут подтверждение тому в Писании. О! Надо найти в Писании. То, что я тебе говорю, сравниваясь с Писанием, за 2000 лет никто никогда этого не делал. Я бы перебрал все до одного жития. Естественно, что взявши на себя это великое дело, человек должен хорошо знать Священное Писание, жития святых, иметь большую веру и любовь к Богу и ближнему, а также обладать честным, смиренным, сильным умом, чтобы четко, логически ясно показать истину и заблуждение. Такой человек должен стараться исполнить в своей жизни слова апостола Павла. «Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. 300 лет, 1705 год, как жития святых, составленные митрополитом ростовским Дмитрием, читаются верующими. Сами же жития, составленные в более ранний период, хотя не так, полные были и раньше, на них учились жить, подражать им, и это не только в России, где для многих этих жития, чьи теменеи были, настольной книгой. В это самое время Слово Божие, Библия, не было распространено в народе. Синодальный перевод Библии на великорусском разговорном языке появился только в 1876 году. «Каждого из рожденных Бог будет судить на страшном суде, не по житиям и не по каким другим книгам, а только по Слову Своему, то есть по Святой Библии». Евангелие от Иоанна, 12, 48. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. «Значит, по ней и нужно сверять все свои действия и шаги. Во свете Библии многое в житиях противоречит слов по вам, Спасителя Христа, Иисуса и откровение Божие о людях. Приведенные места Священного Писания дают нужный настрой. Во свете этих слов и нужно хорошо ознакомиться с житиями, чтобы брать за образец подражания только в то в житиях, что сходится все со Священным Писанием». Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, и идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари». А монахи, все это напротив. Не ходи никуда, спрячься. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Для меня эти слова были эпиграфом всю свою жизнь. Поэтому никаких авторитетов быть не может. Раз судить по Слову Божию будет, по нему я и должен жить. Все. Притча, 30 глава, 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Галатам, 1 глава, 8-9 стих. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Притча, 28 глава, 9 стих. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Пророк Исаия, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят какое-то слово, то нет в них света». «Весь ответ нет света в них». Евангелие Атаяна, 14 глава, 23 стих. «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие Атаяна, 15 глава, 27 стих. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Деяние 1 глава, 8 стих. «Ну если по благодати, то не по делам». Как это? «Ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Римлянам 11 глава, 6 стих. «Ну если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Не была бы уже благодатью. Не была бы уже благодатью. «А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Галатам 2 глава, 6 стих. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека». Вот так. Солом 118 стих 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Римлянам 10 глава 2-4 стихи. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». «Сколько мест Писания провожу, показать, что монашество, выдуманная эта структура, и вот эти места все опровергают его». Иеремия 23 глава, 28 стих. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывать его, как сон, о которого слово мое, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь». 2-й фессалоникийцам, 2-я глава, 2-й стих. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». Не то, что монахи написали, не спешить колебаться. Иеремия 14 глава, 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им, но они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего». Иеремия 23 глава, 21 стих. «Я не посылал пророка всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». 1-я царствия, 15 глава, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя». О, как страшно. Евангелие Теана, 15 глава, 27 стих. «Так же и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Те, где люди похожи на людей, где в основу берут Слово Божие и мудрость от Бога». И послание апостола Иакова, 15, 5 глава, 17 стих. «Или я был человек, подобный нам, евреям, 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Во всем. Во всем. Во всем. Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Дальше я привожу «Жития святых», кавычки, взятые из жития определенные строчки. Феодор Студит, 11 ноября, кавычки открыты. «Если же некоторые ироптали на него, то он не обращал на это внимание, ибо не на то он взирал, что о нем говорят ропщище, но заботился о том, дабы деятельность его сделалась угодной Богу». «Так и на меня нападают, которые что-то, они ничего не знают. Для меня разницы никакой нету». Минадора, 10 сентября, кавычки открыты. «Познание бы Иисусе Христе, распространяемое в мире проповедью о нем, апостол Павел сравнивает с благоуханием мира. Как в Ветхом Завете сосуды священные и служители скини, называемые миром, распространяли вокруг себя благоухание, так в Новом Завете апостолы, будучи как бы сосудами благовоннейшего мира познаний Христа, были исполнены благоухания и, проповедуя Христе, распространяли это благоухание повсюду. Господь наш Иисус Христос одержал победу над начальником зла и оставил нам, например, отражать искушения дьявольские победоносным оружием Слова Божия». Иустин, философ, 1 июля. Пробыв в Ефейсе довольно времени, он снова возвратился в Италию. И по примеру апостолов, всюду в пути проповедовал Христа, обращал путем прений к святой вере иудеев и еленов и утверждал в ней верных. Киприан Карфагенский, 31 августа. «Одежды носил он не слишком богатые, не слишком убогие, ибо святой избегал гордости и превозношения, но не желал подвергать бесчестью и сан архиерейский. Характер его был весьма сдержан, он был не слишком суров, не слишком мягок и кроток сверх меры, где нужно было показать, там он... Наказать. Наказать, ага. Там он, хотя и милостиво, являл гнев свой, почему был всеми уважаем и почитаем. Кроме всего, святой Киприан являл великое милосердие и сострадание ко всем обиженным и бедствующим. Он был помощником-сиротом, странником, нищим и больным. Стихотворение. Незаменимых нет, как всюду говорят, подчеркивая важность индивида. Но отошел боец и рухнул целый ряд. Нет миротворца и кипят обиды. Хотя один не воин среди поля, но умер вождь и вдовами все жены. Харизма есть особенная доля, уметь лечить смертельно прокаженных. Как надо их хранить, ценить, благоговеть, когда они живые среди нас. Они летят, увы, бойцов, недолг век. Высок ли Павел был? А может, коренаст? Да, не смогли спасти Самсона, уберечь. От пули Пушкина закрыть бы чем попало. Остановить над Павлом уже сверкнувший меч. За Достоевского пойти в опалу. В его опалу. В его опалу. Как пропускаешь-то? При жизни... Причитай заново, как куплет. Да, не смогли спасти. Да. Самсона уберечь. От пули Пушкина закрыть бы чем попало. Остановить над Павлом уже сверкнувший меч. За Достоевского пойти в его опалу. Какая еще поэзия-то нужна? При жизни оценить чудесный бриллиант, заложенный в прыщу, в библейскую оправу. Вопросы за вопросами мог поднимать Атлант. Кривое, левое, все выправляя вправо. Ох! Жезл Моисея, память погибшим с фараоном, кадильницы обожженных кощунники коснуться. Но умер вождь в горах, несметные уроны, не раз врагу победа пред идолом согнуться. Цените Златоуста, здоровьем ослабевший, он потрясает кафедры и троны самодержцев. Мы без него на поле, увы, загнемся пешкой, так хорохорившиеся перед тенью дерзко. Не каждому дано быть лидером в атаках и в мирных хижинах по правде спор решать. От страха могут многие тесниться под клакой и бестолыщу бесперечь лишь мельтешить мешать. Даже Никита не может прочитать. Считай заново куплет. Не каждому дано быть лидером в атаках и в мирных хижинах по правде спор решать. От страха многие могут от страха могут многие тесниться над клакой и бестолыщу бесперечь лишь мельтешить мешать. Во как доломал тут незаменимых нет о том творца попросим замену нам прислать и нагротить достойно. На новые посевы падут дожди и росы да оживет овца и разродится тройней. Хорошая скатрыня. Хорошая. Очень хорошая. Дальше о чем решила здесь? Что о житиях. Давай. Жития проверяй. Еще раз посмотрим. Сегодня доски читаем часов. Сегодня долго читать будем? Подожди. Вот теперь гляди. Вопрос. Куда я гляжу? Копирую. Да нет нам на снежку покидает. Перехожу в ворд. Я все это вслух говорю чтобы люди знали. Ставлю Ctrl V Ctrl A Перехожу в большой формат шрифт чтобы можно было считать. Считай. Я спрашивал мы сегодня доски будем читать. А? Доскальки будем читать сегодня. Что считать? Ну вот это читать доски будем вот это мы читаем. Ну и все давай А сколько читать будем доскальки? закончим ладно. Я не тороплю вас я просто спрашиваю доски будем читать. Дело в том спрашивать когда ребятишками пойдешь полоть огород они прям после первой травинки а долго еще дорогу пошли там камушки собирать а долго еще будем собирать мне эти вопросы не по душе давай Вопрос 1802 седьмой том открытым оком издает маленькие книжечки с избранными житиями почему всегда издаются только одни те же жития их не более 50 это издатели нам облегчают возможность приобрести их или остальные не столь необходимы нам ответ если бы издавали пусть и не полные жития но серии то есть всеохватно тогда это предположение можно было бы принять но выбрасывают из житии чрезвычайно это интензиозно убирая то что может натолкнуть на определенные размышления жития безжалостно стилизуется кастрируется совершенно определенной целью приукрасить показать монашество в героическом возвышенном виде в золотосияющей патетике ни жития Иерона ни Феодота ни других нестандартных героев веры не издают в отдельном виде и в честь их вы не встретите храмов не среди нас и людей с такими именами хорошо знают Александра Невского Сергия Радонежского про новых матронушек и про юродивых причина только в том что на Руси судя по житиям никогда не заводилась вера евангельская но афонская пышно византийское богослужения на русскую землю пришла не проповедь евангельская а уставное богослужение и требы на том мы простояли более тысячи лет прочтите несколько раз вот эти два изречения апостола Павла Галатам 2 глава 14 стих но когда я увидел что они не прямо поступают по истине евангельской то сказал Петру при всех если ты будучи иудеем живешь по язычески а не по иудейски то для чего язычника принуждаешь жить по иудейски филиппийцам 1.27 только живите достойно благовествования Христова чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую дальше это сверх эти сверхкромольные паловые речи как то проникли же на Русь и они более тысячи лет почти никому не потребовались так и остались в засургученном виде горевать на полочках у архиереев и у грамотных городских батюшек поступать прямо по истине евангельской найдите мне хотя бы одного такого священника который бы ратовал за это чтобы он старался каждый стих деяния апостолов воплотить в своем приходе возможно ли такое и мог ли апостол Павел просить русских людей жить достойно благовествования Христова если этого благовествования Христова не было нет и не предвидится согласно научения батюшкиного согласно кургузых житей которые столетиями кромсала пещерная мысль отшельника это еще найдете но за веру евангельскую подвизаться бороться что кромольнее этого можно сегодня придумать вера храмовая вера иноческая с их вычурными подстать театральными подвигами переодеваниями в мужскую одежду женщин блужданиями по островам и горам тысяч монахов это на слуху родившись в такой среде неевангельской став иноком и епископом он всякое отклонение от этого трафарета мышления заранее объявляет неправославным видит в этом посягательство на веру своих предков и потому жития святых чей жизненный путь прошел под лучезарным светом евангелия кто жил по первоапостольски они мешают их лучше скрыть поэтому такие одиозные жития нам подкладывают в полных житиях в древних иноческих уставах найти можно много интересного кричащего неевангельского что противно и здравому смыслу а не только православному слуху о чем речь да все о том же ну так и пиши жития все о том же так сейчас еще прочитаем несколько моментов 58 минут уже 58 минут ну это ничего это для нас мы не ставили здесь задачу чтобы было меньше много большой огромный материал и вот теперь контр-ла контр-лс и опять ставим это уже готовое считать только насчитанное выбранное контр-л-в контр-ла и на двадцатку перевожу шрифт размер шрифта все пошли если я закончу сегодня отойду и все на этом кончилось так что успевайте воспользоваться пока я живой давай вопрос 1803 седьмой том открытым окон можно ли полностью доверять тому что написано в житиях димитрия ростовского у филарета и у других ответ полностью можно доверять только священному писанию то есть библии а жития писали через столетия после жизни тех кого хотели сделать более известными все эти их разговоры прямая речь видение их все это часто плод писательской благочестивой фантазии воображение патриота монаха ратующего за расположение монашествующих подлинно только те жития что есть в библии а таких очень мало почти везде добавки и выдумки видения и сновидения как сами жизнеписатели пишут Иаков 3 глава 17 стих но мудрость сходящая свыше во-первых чиста потом мирно скромна послушливо полна милосердия и добрых плодов беспристрастно и нелицимерно в житиях очень много написано пристрастно и как всякий полемист лишь бы добиться победы пишет выдаваемое желаемое за как бы бывшее и стилизация под существующий строй допускалась как пишут исследователи были бы эти писатели такие же верные такие же верные Иогове как Михей тогда и житий этих не было а все они вместились бы не в 12 книг а в одном стихе который отсеял бы все это подыгрывание 2 паралипоминон 18 глава 13 стих и сказал Михей жив Господь что скажет мне Бог мой то из реку и я евреям 13 глава 17 стих поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово Божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их кто прятался от людей все эти печерники уже не были бы в житиях если бы следовал Дмитрий Ростовский совету апостола Павла и тех кто не проповедовал слово Божие их тоже нам и знать не следовало бы быть может согласно этого же совета апостола Павла Дмитрий Ростовский 21 сентября кавычки ответы промыслом Божиим святой Дмитрий призван был к великому делу составления минеечить их которыми он принес величайшую пользу всему народу русскому принять на себя труд исправления и составления житий святых исправления он занимался исправлением в 18 веке душа его наполненная образами святых жизнеописанием коих он занимался подоблялась духовных видений во сне кавычки да кавычки 3 августа 10 1685 года повествует нам сам святой Дмитрий в понедельник услышал я благовест к заутренне но по обыкновению своему ленивству раз разоспавшись не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтири все время видел следующее видение это даже лучше было вторая серия пошла а если бы не уснул ничего бы не было вот благодаря сна только мы кое что узнаем так что сон не всегда плохо кавычки открыты казалось будто поручено было мне смотрение некоторая пещера в кое почивали святые мощи даже во сне от мощей отстать не может даже во сне осматриваясь со свечой гроба святых увидел там же якобы почивающуюся якобы даже еще под сомнением святую великомученицу Варвару приступить почивающую не труп лежит а почивающую вот понимаете слова то какие знал Варвару приступив к ее гробу узрел ее лежащую боком и гроб ее являющий некоторую гнилость ну а как ему бы так и положено в прах то не положили ее в землю то желая он ее очистить вынул мощи ее из раки пошло и положил на другом месте очистив раку приступил к мощам ее и взяв он ее руками для вложения в раку но вдруг узрел в живых Варвару святую святая дева Варвара благодетельница моя моли Бога грехах моих воскликнул я святая ответствовала будто бы имея сомнения некоторые не ведаю о молюле ибо молишься по римски то есть явно дело что на католичный был до мозга костей Дмитрий Росовский думаю что сие мне сказано для того что я весьма ленив к молитве какое отношение ленив к молитве католикам толкует то все боится Петра трепещет и уподоблялся всем случае римлянам у коих весьма краткое молитвословие так как и у меня краткая редкая молитва Дмитрий смиренно замечает Бог ведает что сей сон знаменует и каково оное событие воспоследует попробуй воспоследует оное а ничего не было проспал просто проспал как естественно о когда молитвами святой Варвары покровительница моей дал мне Бог исправление злого и окаянного жития моего еще тебя спрашивает злое окаянное житие другое сновидение другое сновидение случившееся через 3-4 месяца после первого было следующее в 1685 году Филиппов пост пишет святой Дмитрий в одну ночь окончил письмом страдания святого мученика ареста которого память 10 ноября почитается за час или меньше до заутрени лег отдохнуть не раздеваясь и в сонном видении узрел святого мученика ареста с лицом веселым ко мне вещающего с теми словами я больше претерпел за Христа мук нежели ты написал в то самое время учененных заутренний благовест пробудил меня и я жалел что сие весьма приятное видение скоро окончилось какое было чем занимались а допустим Григорий Богослов пишет и вдруг три красивые девицы окружили меня ну что же непонятно то ну красивые да и окружили тут как этот говорил стаями стаями голая женщина я недостойный и грешный истинно видел как написал а не иначе себе под клятвую моею священническую исповедую во-первых клясться нельзя во-первых это сон был и под клятвую он это видел ну видел еще из этого так из этого то видно что ты писал неправильно он говорит поэтому у меня мучений это было больше я больше претерпел за Христа мух нежели это написал это вывод отсюда какой что ты придумываешь варнак такой Иоанн Богослов 26 сентября когда же они вошли вместе в город и встретила жена по имени Романа Ромена прославившаяся даже даримо злобой дел своих которые держала в том городе общие бани и вот она нанявши Иоанна и Прохора приставила их работать в бане и мучила хитростью своей она привлекла их обоих в услужение себе Иоанна приставила поддерживать огонь а Прохора наливать воду того и другого на всю их жизнь и немало оставались они в толикой беде представьте себе какая-то баба ведьма Иоанна Богослова принила он уйти не может с учеником Прохором и это пишет в житиях ну как это написано тот кто в вас больше того кто в мире да Иоанн-то Богослов одним словом одним мизинцем ее законопатил в то время как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся Романа увидев их беседующими схватила Иоанна и начал наносить ему побои укоряя и возлагая вину смерти домна Иоанна наконец сказала если ты не воскресишь домна я убью тебя я убью тебя представь Иоанн Богослов любимый ученик Христа он перед ней стоит а баба хорохорится это в житиях написано Бог пользуется в деле самым малым заброшенным ненужным завалящим неважно из чего из дерева из стали одна копейка в банке или целый ящик но это малое попав в пастущую сумку пристроившись в прощу мальчонки псалмопевца уже в обу врагов готовит лунку пшениченка течет из плена тестом исход малюсенькие капельки дождя такие глыбы размягчают в поле слезинки сиротинки до неба долетят в руки отважной женщины ракеты и чудо колья напрасно христианами враги пренебрегают их мало за себя не постоят но вот уж их дивизии бригады позорный крест над скалами маяк такие незначительные люди незнатны неизвестны и в оковах растет и ширится из галилеи чудо победное божественное слово что значит проповедь о плотнике распятом и понесли ее с десяток рыбаков и иностранцев вдруг заговорили внятно и слушатели бросили в огонь своих богов христианин с Иисусом ты повсюду не один в великой немощи всегда Христова сила и из уст у Агнца меч огонь и дым сгорает Ленины Нероны и Атилы перебирая четки по утрам высказывая тайные желания от сырости слезы с грибной головкой храм мой враг на водопой пришел не львом а ланью каким бы ты себя несчастным не считал да прахань малосильным убогим бесталанным пастушья палка жезл пробьет утробу скал пустой сосуд с рассветом наполнишь чудной манной все слава богу так о чем речь шла здесь это все тоже жития все о том же так и пиши это только мы начало начали и таких будет ни один ни два ролика конкретно по житиям не просто мне не нравится или нравится а в кавычки взято оттуда вы не думаете кто-то из священников сегодня который выступает перед народом скажет это во-первых жития надо знать библию надо знать каноны все здесь сказано богу нашему слава разберем